Сергей, не знаю, как вам, но мне кажется странным вот эти вопросы, которые Зеленский задает Трампу, знаете, это какой-то стиль Путина, что ли, вот такое презрение ко всему остальному миру, там, приезжай сюда, я тебе все объясню, там, не за 24 часа, как ты там, а я за 24 минуты, это обращение к лидеру крупнейшей мировой державы, эксперту, в общем, довольно хорошему, от человека, который пока, ну вот, сильно не проявил себя, откуда это, как вы считаете, вот? От плохого воспитания в детстве, если вы спрашиваете в лоб, то это отсюда, значит, давайте, как бы, не морочи себе голову, Зеленский, просто обычный губник, то есть человек, который вырос в плохом районе, человек, который не получил никакого хорошего гуманитарного образования, не надо мне тыкать его дипломом юридического института, потому что весь юридический институт, он занимался не изучением Канта, а занимался в основном вот, вот этой вот деятельностью в КВН, сделал на этом карьеру, блестящую карьеру. Я посмотрел, вот, утрудил себя посмотреть, я же не знаком с его творчеством, посмотреть его репризы, его творчество, то есть это дно, это отстой, ну, следующий уровень комедии, это пуканье, перденье, отрыжки и так далее, вот на одну ступеньку выше, это Арестович, то есть человек, который все решает по-пацански, ну, такое образование, простите, так воспитали, и который, которому снесло башку, то есть он еще недавно был человеком года, и он недавно открывал просто вот носком ботинка любой офис там от Белого дома до ООН, и был жданным гостем, потому что, не потому что он стал мудрым великим правителем, упаси Господь, а потому что он, вернее его народ заплатил огромную цену за его Зеленского популярностью, и Зеленский перепутал популярность украинского народа, безыменных тысячи героев, которые отдали свои жизни за свободу в стране, со своим личным шлейфом популярности, и теперь вся Украина платит цену за то, что у Зеленского, простите, в голове немножко недопонимание ситуации. И чтобы закончить вот этот кусочек, к чести Трамп, Трамп сказал, что да, это великий президент, что он уважает Зеленского, но сейчас ему не на час, не на час ему приехать сейчас в Украину, чтобы ему там по-пацански все это разрулили, то есть, называя вещи своими именами, Зеленский забил Трампу стрелку, а Трамп не играет в эти игры, вот так это называется. Ну, таким образом можно назвать стрелкой предложение, а потом отказ Зеленскому выступить в Конгрессе? Нет. Не каждый митинг является стрелкой, но каждая стрелка является митингом. Есть пацанский протокол, я сам с плохого района Харькова, я в курсах, вот, значит, есть пацанский протокол, как забивать стрелку, а есть дипломатический протокол, как делают митинги, то есть, вот такого рода заявление публично с тем, чтобы Трамп поставить перед фактом забить стрелку, вот так вот не работает, это сложный дипломатический процесс, то есть, и это можно было сделать, на самом деле при правильных условиях Трампа можно было привезти в Украину и превратить его в своего сторонника, но для этого можно было, допустим, будучи здесь, еще недавно, месяц назад в Вашингтоне, попроситься к Трампу на завтрак или на ланч и познакомиться, представить, ну, не знакомы на самом деле, просто засвидетельствовать почтение, можно было сделать, можно, но Зеленский этого не делает. Соответственно, Зеленский вообще не представляет, как работает международная дипломатия, я об этом догадывался, а тут недавно, не знаю, видели вы эту новость или нет, бывший посол Украины в Великобритании, которого Зеленский просто снял, снял, потому что посол, как показалось Зеленскому, не то, что сказал в сторону Зеленского, то есть, посол сказал, что сарказм был неуместен, имея, кстати, в виду сарказм Бена Валлеса, Зеленский это принял на свой счет и тут же просто по щелчку уволил этого посла, не понимая, что это огромная рутина, ну, то есть, нового посла нет, отношения прерваны. Этот человек, оказывается, был очень уважаемым самим Беном Валлесом и Борисом Джонсоном и просто вот это слон в посудной лавке, человек не понимает, ну, за его непонимание платят украинцы, то есть, это была забита стрелка, если бы нужно было договориться с президентом Трампом о его визите, это делается по дипломатическим каналам и личным каналам, то есть, для этого нужно, когда Зеленский был здесь, в Вашингтоне, провести, там, динер-ланч с Трампом, вы представляете, ну, об этом было бы как-то сказано в новостях, и сказать, что да, он... По-моему, он и не пытался... Он и не пытался, то есть, он не пытался, для большинства украинцев, в Изеленске часть вот этого, они все бегают с идеей, не дай бог Трамп придет в власти, не дай бог республиканцы получат власть, ну, замечательно, идея прекрасная, а что будет, если Трамп придет в власти? Как вы переобуйтесь в этот момент? Вы же полностью, вы же полностью прервали отношения с Трампом, то есть, Трамп считается просто, ну, исчадием ада, то есть, рыжей, тупой обезьяной в Украине. Еще и на агент Путина, на крючке у Путина. На крючке у Путина и все остальное, то есть, вопрос, а если он вдруг, а вероятность такая, ну, как минимум, 50%, станет президентом, как вы тогда будете у него, вот этого вот тупого, темпераментного, безграмотного, нелегитимного президента просить помощь? То есть, ну, в Украине большой зашквар, я неправильно сказал, извините, в офисе президента сидят гопники, и они тупо не понимают, как устроена наша политическая кухня. Чего стоит их дебакл, не знаю, как по-русски называется, с Викторией Спарц, то есть, лояльный сторонник Украины, который просто вот, скажу по-харьковски, по-салтовски, обосрали, обтекали. Вот она пошла обтекать, а зачем? В чем был смысл? Потому что она сказала, что глава офиса президента нерукопожатный, о том, что в Белом доме было, то есть, она это в лоб говорила, Ермак нерукопожатен. Она говорила ей год назад, что был брифинг, закрытый брифинг для конгрессменов, где были показаны свидетельства коррупции членов офиса президента, а потом сказала, Ермак нерукопожатный, он должен будет идти, прежде чем пойдет любая помощь. Это было сказано в апреле прошлого, прошлого года. Ее обосрали. Ну, окей. Но там еще в этом предложении посетить Украину был еще маленький пассаж, когда Зеленский ставил Трампу в пример некого Джо Байдена, который был в Украине и хорошо разбирается в ситуации в Украине. Ну, мне кажется, смешно, нет? Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что давайте посмотрим на календарь. Сегодня 9 ноября. Украина уже больше месяца без бюджетирования конгресса. Это затягивается. Затягивается она еще какое-то время. И тут включает фактор времени. То есть, если Украина прекрасно прожила уже месяц, а к тому времени, когда они будут принимать, это будет два месяца, без финансовой помощи, тогда возникает вопрос у республиканцев. А, собственно, о чем спешка? Там все хорошо. Украина воюет. Замечательно. То есть, время, time is of the essence, то есть, время очень важно, временной фактор очень важный. И Украина не понимает, насколько ситуация, украинское общество, имею в виду, и президент, ну, президент понимает, насколько ситуация сейчас критична. И насколько вот эти вот глупые, нелепые, политические вот эти вот ужимки и прыжки, если я могу классика позаимствовать риторику, они неуместны просто, неуместны. Сейчас ему не до Трампа. Трамп ему не мешает. Сейчас Зеленскому нужно убедить республиканцев, которые сейчас в Конгрессе, Трамп кандидат в президент, дать ему оружие. Мочить Трампа и позорить Трамп, он совершенно не входит в планы Зеленского, а он этим занимается. Глупо. Вы сейчас сказали, что он не понимает. То есть, наоборот, вы отказались говорить, что он не понимает. То есть, он все понимает. Это значит, что его поддержка демократической партии, Байдена, это его позиция. Он хорошо понимает. Он делает это открыто, откровенно. Он стоит на стороне демократов, социалистов. Его выступления в ООН по поводу климата, самая тяжелая проблема сегодня в Украине, это глобальное потепление. Его действия, шаги, сигналы по поддержке, повестке демократической партии, они очевидны? Ну, это по-американски называется сигнал вершин. То есть, он демонстрирует свою преданность, лояльность линии партии. В то же время, очаровательная Елена Зеленская буквально в те же дни была на какой-то конференции феминисток, где она рассказывала, как она борется за одинаковые права и заработную плату украинок в Украине. Ну, то есть, у нас развивается тема, что женщина недоплачивает. Вот она рассказывала, какие меры предпринимаются в Украине, чтобы женщины получали справедливую зарплату. Ну, может, это и важно для Украины, но, по-моему, даже не войдет в десятку главных приоритетов. То есть, это вершин сигналы. Это понятно. Я думаю, абсолютно очевидно, абсолютно очевидно, что в Украине, если им предложить два выбора – проиграть войну, но не сделать свободное общество или сделать свободное общество, то есть, отказаться от социалистической идеи и выиграть войну, они не согласятся. То есть, вся власть продержащая, вся элита, вся украинская элита, она полностью соросятная. То есть, это социал-демократы, социалисты разных мастей и так далее. То есть, они не допустят победы в философии свободы, теории свободы на своей стране, даже если это обойдется военным поражением. Я это говорю не с голых слов, а мой добрый знакомый, наверное, вы тоже его знаете, Ярослав Романчук, написал очень-очень толковый опрос, я вас в прошлый раз мучил, похожий опрос населения и протестировал украинских парламентариев. И там какая-то 85% из них радикально левые. Ну, то есть, простите, а что вы от них хотите, чтобы они вдруг свою эту левость куда-то засунули и пошли договариваться с республиканцами? Нет, они и не умны настолько, они и делегализированы настолько и так далее. Поэтому, да, это так. Украина находится в литургическом сне свободы социал-демократической идеологии. Ну, это значит, что после предполагаемой или возможной победы Украины над агрессором, агрессией, будет восстановлено то, что было до войны. То есть, та же самая система олигархов. Недаром, ну, совершенно очевидно, Путин подготавливает там Рената Ахметова, проиграв ему в гаагском арбитраже 225 миллионов долларов, ну, Путин, Кремль никогда не проигрывает. Мы с вами знаем юридическую систему международную, всегда есть возможность оттянуть проигрыш, оттянуть на там 50-100 лет. А здесь полная победа. Деньги получены 225 миллионов долларов легально. Я не знаком с этой ситуацией, честно говоря, я не слежу за российскими новостями и Кремль, ну, то есть, не знаю, не мой Каповкин. Ренат Ахметов. Я понимаю, я понимаю, что это, но это не та эра экспертиз, которая меня не интересна, но я скажу следующее из того, что вы поднимаете. Значит, я не думаю, что после статей Залужного и статей Саймона Шустера и других статей мы можем сейчас говорить о победе Украине. Давайте как бы не заниматься глупостями. Если под победой подразумевать возврат всех территорий, включая Крым. То есть, если определение победы, возврат всех территорий, включая Крым, то эту полосу мы перешли. И это не мое частное мнение, я никогда свое мнение не выносил. Это результат анализа мнения экспертного, куда включается, естественно, Валерий Залужный. Вот. То есть, это он назвал условиями победы то, что у Украины никогда не будет. Ну, по крайней мере, на ближайшее время. Сама Украина производить ничего не хочет, Запад это Украине не даст по разным причинам. Поэтому, если Залужный говорит, что нам нужно вот этих шесть пунктов, он назвал, начиная с превосходства в небе, а превосходство в небе – это сотни самолетов, нет, не двадцать. Двадцать самолетов превосходства в небе не назовешь. Двадцать устарел их F-16, а он первым пунктом называет «нам нужно превосходство в небе», «нам нужны там то-то, то-то, то-то». Шесть пунктов. Ну, совершенно очевидно, шесть пунктов не будет. И поэтому речь идет о каком-то компромиссе, о каком – это уже им решать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я думаю, я, кстати, много сейчас начал заниматься этой тематикой. Никакого олигархата в Украине не будет, ну, если там останется Зеленский. Зеленский встречался много раз и находится в очень, скажем, лежит в постели, вот так надо сказать правильно, с BlackRock. BlackRock, мы говорили в прошлый раз об этом, да? Самая крупная в мире инвестиционная компания. То есть, там 10 триллионов с буквы «Т». Денечные путы – миллионы и миллиарды, они по-русски звучат для меня похоже. А вот триллионы я никогда не путаю, потому что они с буквы «Т». То есть, там 10 триллионов капиталовложений, там уже подписаны договора, то есть, Зеленский подписал договора, и как только война закончится, там, победа, не победа и полупобеда, это же второй вопрос, то BlackRock будет восстанавливать Украину, собирать фонды, и это, то есть, BlackRock – это абсолютно просоциалистическая силовая структура. То есть, создатель BlackRock ввел так называемый social scoring. То есть, с их точки зрения, любое предприятие обладает social score. Как это сказать по-русски? Score – это счет социальным показателем. То есть, социальными очками, да? То есть, вот если вы там ведете себя как надо, как предписывает катехизис социал-демократа, то у вас будет сто очков, а если вы себя ведете как не надо, у вас будет ноль очков, и прежде чем мы будем вам помогать и вообще разрешать нашим предприятиям иметь с вами дело, мы хотим убедиться, что у вас высокий score. То есть, по сути говоря, они заставляют предприятия, даже которые заводы, предприятия, бизнесы, которые не хотят с ним учиться, потому что они практически контролируют большинство американских банков, большинство американских других, ну, инфраструктурных вещей, иметь дело только лишь с людьми, которые признают социал-демократическую идеологию. То есть, это не просто деньги. Просто деньги, там, BlackRock, большая компания, это полбеды. BlackRock – это деньги, наложенные на очень воинственную идеологию. Поэтому это то, что идет в Украину. Я думаю, что по дороге они такие олигархов замочат. Ну, то есть, с помощью Зеленского, которого там хочется верить или не верить, будет силовая структура, они будут их реально. Он уже один сидит там в СИЗО, да, Коломойский. Ну, и остальные туда пойдут. То есть, BlackRock зачистят. То есть, ему Ахметова не нужны. Ну, будем надеяться на то, что BlackRock решит проблему, о которой говорил Саакашвили. В Грузии ему помогали, в момент строительства ему помогали, и, в общем, такие левоориентированные структуры. Там была международная страховая компания, в смысле не компания, а в смысле идея, идеология, концепция, программа. Вот. Что остается? Вы очень критически относитесь к Зеленскому. Сегодня я услышал некоторый пассаж, тоже негативный, в сторону Арестовича. Остается только заложенный, с вашей точки зрения, как человек, на которого можно опираться. Я критический по жизни. Я не критический к Зеленскому. Я просто обладаю критическим способом мышления. Я пытаюсь быть реалистом. Самый продуктивный способ мышления. То есть, я пытаюсь не затуманивать свой аналитический взгляд своими симпатиями или антипатиями, любвями или нелюбвями. Я пытаюсь как бы воспринимать вещи, убрав всю эмоциональную оценку и окраску. Вот. Поэтому, если мы говорим о Зеленском, то с моей точки зрения это катастрофа. То есть, Зеленский должен уйти, причем, чем раньше, тем лучше, лучше не дожидаясь выборов. Зеленский токсичен. То есть, Зеленский сейчас наносит больше вреда Украине, чем это делает Путин, если такое вообще возможно. То есть, Путин для меня абстрактная стихия. То есть, Путин это шторм. Я никогда не буду винить шторм за то, что мы попали в шторм. Шторм есть шторм. Я парусный человек. А вот капитана корабля, у меня есть вопрос, как он себя ведет в этот шторм. То есть, если можно было там остановить Путина, убить Путина, убедить Путина, это нужно было бы сделать. Нет. Это не в контроле никого. Путин делает то, что Путин хочет делать. Запад не может его заставить остановить войну, иначе бы уже давно остановили. Поэтому Зеленский... Может быть, не хочет Запада останавливать войну? Может быть, не хочет. Может быть, не может. Но я как бы все делю на верыблс, которые я могу контролировать или не могу. То есть, Зеленского можно снять и поменять. Путина поменять и снять украинцам не получится. Даже если они сильно захотят. Нет, не получилось. Поэтому, с точки зрения Украины, Зеленский – это переменная. Его можно переменить на кого-то. А Путин, с точки зрения украинцев, это константа. Они его поменять не могут. Ну, так понятно? Вы же математик, вы же понимаете, о чем я говорю. Соответственно, не снимая вины с Путина, чтобы мне не писали, что ты Путину все простил. Нет, негодяй, мерзавец, на совести которого лежит сотни тысяч погибших. Тут вообще вопросов нет. Это не обсуждается. Но теперь переходим из риторики эмоционального шапкозакидательства в область анализа и аналитики. Значит, коррупция при Зеленском выросла в Украине. Это социальные счеты, экономические расчеты и так далее. Патриотизм сейчас падает. Его позиция неадекватна. Его лидерские бубонения на микрофон каждый вечер, она вообще, по-моему, никто не смотрит. Там рейтинга ноль. И сейчас по совершенно очевидной информации, у меня много людей, которые воюют, начинается раскол в армии. Он еще не произошел, он только начинается. Идут трещины. То есть люди, которые отдают жизнь, пытаются решить, за что они отдают жизнь. И в этой ситуации его бубонение о том, что мы будем воевать до конца, он же сдал в интервью. До конца, как минимум, 24-го года. А в 25-м тоже придется, наверное, воевать. Но оно не работает. Нет. Абсолютно очевидно, Зеленский должен уйти. Что касается господина Алексея Арестовича. Вы знаете, есть такой американский термин. Dead on arrival. Я даже не знаю, как его перевести. Вот вы купили телевизор, включили. А он даже блынуть не успел. Он просто не работает. То есть он мертвый по предъявлению. Dead on arrival. Вот примерно так я вижу карьеру Арестовича. У него дикий антирейтинг. То есть он очень интересный, очень харизматичный. Но у него дикий-дикий антирейтинг. Он в Украине, особенно сидящий из Вашингтона и рассказывающий, как нужно продолжать политику, он становится просто не рукопожатным. Это не означает, что у него нет сторонников и почитателей, и скорее почитательниц, но их количество резко сокращается. То есть его политический вектор, то есть растет его популярность или падает, его популярность падает, его антипопулярность очень сильно растет. И даже в этой ситуации он делает очень много, как мне кажется, ошибок. Но одна из его очевидных ошибок очень слабая, то есть радикально слабая, катастрофически слабая программа. То есть программа, которая абсолютно пахнет, украинцы этими программами кормили уже не посюда, а уже посюда. Украинцы просто уже тонут в этих псевдопрограммах. При том, что меня очень удивило. Арестович достаточно интересный человек, и он мог бы гораздо интереснее подойти к своей программе, и гораздо интереснее ее звучить. Ну, то есть реально можно было бы сделать из этого шоу. И то, что он сделал, я бы сказал, гора родила мышь. Не то, что Арестович гора, но вот она родила что-то непонятное. И хочется верить, что он поменяет свою программу. Ну, все очень плохо. Общие слова нет, конкретно не хочу сказать. Вот, и последнее, ну, то есть до меня дошло, что Арестович сказал, что он предъявит команду, но точно сказал, что Юрий Романенко, вы, наверное, знаете, о ком я говорю, да? Вот, человек, который просто, из которого мат льется, как при поносе, то есть человек, которого просто нужно кормить мылом. В Америке плохо воспитанных людей мамы кормят мылом, чтобы очистить рот. Такое было наказание у детей. Метафора, это метафора. Нет, 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 это было наказание. То есть, если в Америке, в религиозной семье, еще недавно, ребенок матернец и прематери, ему мамочка вставляла кусочек мыла в рот, и с тем, чтобы это было наказание. Это существовал такой способ. Вот, вот ему мамочка не вставляла в детстве мыла в рот этому Романенко. То есть, это просто, ну, это какой-то отстой. И если это будет официальное лицо... Я хочу открыть вам глаза. Он не реальный кандидат. Он выполняет функцию поддержки. И это очевидно в вопросе, который он очень хорошо ответил, честно, по поводу демократов и республиканцев. Он просто повторил не очень искреннюю фразу Зеленского, что мы не вмешиваемся в ситуацию в США. То есть, он как бы не видит, что им морочен голову Байден, понимаете? Но это вслед за Зеленским. Если бы это был сколько-нибудь реальный кандидат, но он стал бы критиковать Зеленского, понимаете? А он этого не делает. Нет, он критикует. Дело в том, что Арестович, он, повторяя Трампа, причем я не говорю, что это плохо. У Трампа это получилось. Он, повторяя Трампа, говорит даже не две взаимосвязывающие вещи, а десять. То есть, какая позиция Арестовича по какому вопросу, совершенно невозможно понять. Потому что он их меняет, женщины платье реже меняют, чем он меняет свои позиции. Поэтому, да, я слышал и видел, о чем вы говорите. Также могу привести вам пример, когда он резко критикует Зеленского, где он не критикует Зеленского. Одна его позиция по ленд-лизу, чего стоит. За последние несколько недель он прошел полный круг по ленд-лизу и закончил тем, что просто повторил вашего покорного слуги слова по ленд-лизу, что ленд-лиз в Украине был бы необходим, но, к сожалению, Байден его не дают. Ну, а я вам про что? Ну, только он это сказал, ну, буквально в каком-то интервью он это сказал. То есть, ну, я не вижу еще и смысла это обсуждать. Арестович dead on arrival. То есть, Арестович, я думал, у него будет 10-15, может быть, 20 процентов поддержки. Дай бог, если у него будет 5. Ну, то есть, это в Украине он не рукопожател. Но у него другая функция на этих выборах или в этой ситуации. Он, конечно, хочет быть антитезой, так сказать, Зеленского, но не для того, чтобы побеждать, а для того, чтобы поддержать Зеленского. Это, ну, действительно подготовка к избирательной кампании, но вот такого рода. Я эту теорию слыхал. Я эту теорию слыхал, я с ней не до конца согласен. Но, понимаете, у всех людей, которые вышли из постсоветского пространства, у всех очень пессимистичный взгляд на вещи. Все сотрудники КГБ, ну, то есть, все сотрудники КГБ и все являются спойлерами. Я людям привык доверять. Я считаю, что Ристович представляет в данном случае себя самого. Я не верю, что он спойлер для Зеленского. И мне казалось, что он хочет набрать 15-20% голосов с тем, чтобы войти в качестве, там, премьер-министра в какое-то правительство. Вот. Или, по крайней мере, войти в парламент и создать свою фракцию. Вот, по-моему, то, что он хочет сделать. Я не подразумевал, насколько у него огромный антирейтинг. Окей. Я думаю, больше сказали о нем, чем надо. Но мы ничего не сказали о Залужном. Вы явно... Вот это интересно. Вот это интересно. Значит, давайте посмотрим, как бы... Займемся аналитикой, как они говорят. Займемся аналитикой. Если Залужный сейчас попросится в отставку, а он не может избираться, пока он носит погоны, то есть, ему нужно уйти в отставку, то его оппоненты, кем бы они ни были, будут это использовать, как он довел войну до катастрофического состояния и ушел, бросил свои войска, бросил солдат в самый критический момент, и его ход послужил началом поражения. То есть, на него повесят всех собак. И будут его мочить по этой причине, политически, и может даже не политически, а уголовно, очень долго. То есть, сам уйти он из своего поста не может, это политическое суисад, политическое самоубийство. То есть, он верховный был командующий, и он ушел от своего поста, то есть, капитан, который бросил штурвал корабля ради политических интрижек. Вот так это будет сказано. Поэтому нет, сам он уйти, естественно, не сможет. Ситуация резко поменяется, если его уйдут. Вот если его ушли, вот тогда все с точностью наоборот. Он герой и защитник, и родитель, закрывший груди Украину, а его злые силы Зеленского убрали с поста, и тем самым спровоцировали, что опять же значит неудачу на фронте. Вот, поэтому это ситуация Зеленского и Залужного, это ситуация змеи, переплывающей на черепахе воду. То есть, укусить утонет, нырнуть укусит. То есть, они связаны одной целью. Поэтому естественное решение, естественное поведение, как мне кажется, Залужного в этой ситуации, при условии, если он хочет избираться. Еще не факт, что он хочет избираться. Но при условии, если он хочет идти в политику, опять же подчеркиваю, нет ни малейшей информации, укажется на то, что он принял это решение. Более того, по-моему, мне кажется, что он это решение еще не принял. Но если он примет это решение, единственный способ, это обострить отношения с банковой до такого состояния, чтобы его просто пришлось уволить. Ну, например, что можно сделать? Написать статью какую-нибудь, в какой-нибудь журнале с материалом, который резко отличается от официальной позиции своего босса. Ну, то есть, по сути говоря, показать антсобординашн. В этой ситуации вы ставите своего босса в ситуацию, а Зеленский, у него очень короткий шнур, он взрывается моментально, хлопнуть и уволить. Тогда он свободный человек, он пострадал за правду, он не виноват за неудачи на фронте, он ушел, когда все было удачно, все упало, с него ушло, и теперь он в оппозиции, и это феномен Ельцина. Помните Ельцин, который покритиковал Горбачева? Ну, вы все помните, ранее когда. И хлопнул дверью. Ну, то есть, его уволили, он хлопнул дверью, в итоге стал потом президентом России, а потом президентом Российской Федерации. Вот. Поэтому я не удивляюсь, то есть, не очень сильно удивляюсь тому, что он написал эту статью, и я не удивлюсь, если появятся еще другие примеры очевидного конфликта, где Зеленскому придется таки его уволить. Вот. И тогда как бы возникает третий вопрос, простое решение этого конфликта, это несчастный случай. Совершенно очевидно, в этой ситуации, ну, там самолет какой-нибудь может упасть, там вертолет может упасть, там граната может взорваться, подаренная в виде бутылки с вином, ну, что-то в таком роде. Не я, вы конспиролог, Сергей. Не, я упаси Господь, не, ну, не, не. Банан всегда это банан, это понятно, всегда банан это банан, мы туда не ходим. Не так сигара, это всегда сигара, ну, не важно. Нет. Я не об этом. Я понимаю, что Суровихин, у них там что-то, мотор не сработал, там гусей не сбили. Как умер, не Суровихин, это Пригожин. Как умер Пригожин? Ну, понятно, что его не мочили, что он умер практически технической катастрофой, была техногенная катастрофа. Это понятно. Нет. Конспирологии не бывает, политики там вот в этом, вот в постсоветском мире, они никогда не ликвидируют своих политических оппонентов в ситуации, когда нет другой возможности. Нет. Я даже не намекаю на это. Нет. Но если еще одна взорвется бутылка в виде гранаты, то я тоже не буду на ничто намекать, скажем так. Скажите, вы очень часто ставили в пример Украине-Израиль. Вот последние события. Вам не кажется, что это еще один пример, во-первых, очень спокойного, расчетливого, во-вторых, очень эффективного поведения? Как вы оцениваете технологически то, что происходит сейчас в Израиле? Технологически мне писал мой израильский подписчик, человек, который служит, военный, он обратил внимание на то, это не моя идея, ссылаясь просто на источник, он говорит, обрати внимание, что израильский спецназ воюет под ночами, а украинский днем. Вот вся технология. То есть, люди обучены, и у них есть навыки и технологии, ну, то есть, приборы ночного видения, связи, поддержки, коммуникации, потому что ночью наступающая сторона получает преимущество. То есть, если вы отступаете, то есть, защищаете, то есть, обороняющая сторона, вам лучше обороняться днем. А вот те, которые хотят чего-то захватить, забрать, вернуть, декупировать, там и так далее, им лучше ночью. Насколько мне известно, Украина не проводила никаких глобальных, массовых, наступательных операций по ночам. Вопрос, почему? То есть, это вот даже на этом уровне очевидно и видно. Видно, с какой, ну, то есть, количество погибших израильтян, по-моему, семь человек, вот сначала боевых действий, по сути, боевых действий. Уже больше, значительно, к сожалению. Уже значительно. Я говорю военных. Я имею в виду военных, да. Сколько? Я говорю, последняя цифра. Ну, там цифра, называлась уже сорок человек. Сорок человек. Ну, все равно, не на тысячи еще. Да, да. То есть, это даже, даже еще не на сотни. Это ужасно. Каждая жизнь героя должна быть оплакана страной, как в Украине, так и в Израиле, без сомнения. Но, совершенно другое, все совершенно другое. То есть, их нельзя сравнивать израиль с Украиной, потому что, ну, простой вопрос, простой вопрос. Практически, Зеленский настолько токсичен, что он не дает никому из героев поднять голову. То есть, Сергей Кривонос, он либо под уголовным делом, либо на грани. Сейчас забыл, в Николаеве был офицер, генерал. То же самое, уголовное дело против него. Тот же Арестович, господи, уголовное дело против него. То есть, как только кто-то угрожает политически, даже просто вот мельком пробегает, против него возбуждается уголовное дело. Многие люди сидят в тюрьме. Червинский, Роман Червинский, герой, сидит в тюрьме и так далее. То есть, герои Украины, коих огромное количество, они практически безымянны. То есть, вот на этом всем ужасном марафоне, вот это вот пропагандистское, вот это вот бронзбой с дерьмом, который называется пропагандистский канал, который в Украине есть, там должны показывать реальных боей, реальные вдовы, реальные матери, реальные бойцы, реальные коллеги. Ничего этого нет. Там мелькают какие-то рожи, невоюющие рожи, с этой вот, этой вот клише «Слава Украине, героям слава». И дальше идет промывание мозгов, к чему я там говорю, никакого уважения к солдату в Украине нет. У меня было интервью на моем канале, где я брал интервью у юриста, адвоката, занимающегося помощью семьям погибшим по выбиванию из государства, набрать бейсбольную битву и выбивать из государства деньги за погибших героев. То есть, там все ужасно. Это просто унизительно. То же самое у меня было интервью на моем канале с человеком, который занимается реабилитацией раненых, там протезирование и так далее. Там все ужасно. Ну, то есть, это простое элементарное неуважение к солдату. Солдат, я никогда, слава Богу, не воевал, но мое понимание воюет за идею. То есть, нужно преодолеть свой вот этот праймал инстинкт, инстинкт жизни и встать из окопа и погибнуть. Пойти на минное поле, понимая, что у соседа оторвало руку, а тебе можно завтра оторвать голову или сегодня. И это только идея можно оставить сделать. И если идея исчезнет, то тогда, простите за что? И солдаты воюют за светлое имя, свое светлое имя. То есть, я погибну, но дети моих помогут, ну, поставят на ноги, вот, и обо мне будут помнить. Мне звонил в прошлом году Юра Табах, ну, не только мне звонил, многим звонил и просил денег, я ему прислал какие-то суммы, потому что в прошлом летом, если родители не забирали солдат, убитых солдат, с поля боя, их там же коронили в братских могилах и не могли отвезти на родину. Сейчас это наладили, но в прошлом летом было вот на таком уровне. То есть, если у родителей нет денег забрать погибшего героя, то его просто закопают на месте в братском моем. Вот. То есть, вот на этом уровне Украина отличается от Израиля. Вот на этом уровне. А все остальное это производное, мне так кажется. Мирные переговоры. Насколько вероятно, что с вашей точки зрения может требовать и получить Украина, что должна требовать и должна получить Украина, скажем так, речь. О, тяжелый вопрос. Я только что записал об этом ролик. У Украины очень плохая переговорная позиция сейчас. Просто очень плохая переговорная позиция. Ролик я только что записал, пользуясь вашим каналом, хочу сказать, кто не посмотрел, называется «Если бы я был Путин, был бы Путиным». То есть, я поставился на месте Путина и примерно подумал, чего бы я хотел. Ничего бы Украина хотела. Украина хочет вернуться через свои территории, это понятно. Если бы я был Путин, я бы настаивал на аннексии четырех областей во всей территории. То есть, позорно вывести войска из остатков Запорожской и Херсонской области, включая Херсон. То есть, либо вы не возвращаете свои территории полностью, либо я буду продолжать вот этот вот позиционную войну, она меня полностью устраивает. То есть, это будет позиция Путина. Я не думаю, что у Запада сейчас есть леверидж, то есть, рычаг давления, против Путина. Если он есть, то тогда, наверное, можно говорить о разграничении по текущей территории и подписании каких-то договоров. То есть, я думаю, что лучшее, лучшее, что светит в Украине, если Украина сейчас без военных каких-то, без изменения вектора войны, Украина сейчас не побеждает. Она и не проигрывает, но она не побеждает. То есть, если не менять вектор войны, если нет никакой угрозы для России, то лучшее, что светит Украине, это признание аннексии всех аннексировых территорий, включая Крым, Мариуполь, Мелитополь, и проведение границы по текущей линии разграничения, может быть, там отдать что-то, получить что-то, ну, как-то продиктовать эту территорию. Но это, пожалуй, все, на что Украина может рассчитывать сейчас, если вдруг, это в лучшем раскладе, за это еще надо бороться политически, если вдруг Украина начнет вести переговоры. Мне кажется, вы чуть-чуть не точно оцениваете, в Украине нет необходимости признавать оккупацию Крыма, признавать оккупацию, речь же ведь идет, все еще идет о, схеме, которую называли Южная и Северная Корея по 38-й параллели. Речь идет о переговорах, просто об остановке конфликта, о замораживании конфликта. Это я понимаю, вы можете мечтать о золотой рыбке, вы лично, если мы с вами ведем переговоры, и я Путин, а вы Зеленский, что-то мне понравилось быть в роли Путина в последнее время, то вы мечтать можете об этом сколько угодно. Мне эта война, оппозиционная война не стоит ничего, то есть 8 лет бомбас с удовольствием, но при этом я буду уничтожать вашу инфраструктуру, потому что у меня полностью развитое производство ракет уже наладили, куда-то же делать надо, я только потратил деньги на ракетный завод, и 3 дроновых завода, поэтому я ничего подписывать не буду, то есть хотите замораживать, замораживайте, только заморозка будет с уничтожением вашей инфраструктуры, и при этом никто не придет в Украину ничего там поднимать, потому что у вас просто не будет электроэнергия нагреть и осветить свои дома, ни о каком производстве там речи быть не может. И замораживайте сколько угодно, я не против, можем год так стоять, можем 10, как хотите. Вот это моя позиция. Какие гарантии может, хочет получить Украина в результате, ну вот этого мирного соглашения при остановке конфликта, скажем так? Членство в НАТО, то, что Арестович озвучивает. То есть Арестович озвучивает идею территории на НАТО. Мы согласимся под аннексией территорий, мы подпишем все мирные договора, признаем аннексию территорий. Арестович озвучивает план, как он называет план Киссингера, не совсем так, но не суть. Это позиция. Позиция говорит о том, что это будет не восточная, не северная и южная Корея. Арестович признает позицию, что это будет западный и восточный Берлин, где в западной Германии была озвучена фраза, что они не собираются военным путем возвращать эту территорию. То есть вот этом идет речь в обмен на признание вселенства НАТО. Это позиция Арестовича, и она мне представляется, к сожалению, неосуществима, потому что НАТО не является единой организацией, принимающей решение. То есть для того, чтобы принять в кого-то НАТО, там сколько, 20, сколько уже сам, не помню, 27 стран, еще какое-то немеренное количество. Ну, побольше. Я точно цифры не помню. Ну, мне сейчас цифры не приходят в голову, но то, что больше двух десятков, это без сомнения. Да, да, да. Вот, и, соответственно, процесс следующий. Сначала главы государств должны завизировать это решение, а потом парламенты государства должны утвердить. Ну, то есть как бы, как Арестович, как кто-либо это себе представляет. То есть мы оканчиваем войну, мы замороживаем войну, причем, что Россия заморожить войну не хочет. Россия не хочет Украины в НАТО. То есть вот Путину Украина в НАТО не нужна, он на это не пойдет. Поэтому заморозить войну, а потом сидеть два года, выяснять, какие страны подпишутся под Украиной в НАТО, а какие не подпишутся, так не будет. И чтобы мне никто тут не тыкал в комментариях, что Любарский опять что-то не то говорит, посмотрите на Светцию. Светция в НАТО? Нет. Турция заблокировала. Турецкий парламент. И Родоган сказал да, а парламент не хочет. Ну что ты с ним сделаешь? Парламент не хочет. Вот. Поэтому гарантия может быть НАТО, но это троянский конь. И заканчивая, я хочу сказать, что единственная гарантия безопасности Украины, это то, что является единственной гарантией безопасности Израиля. И не надо себя обманывать, не надо искать вот этих вот шаровых решений, от слова шара. Вот. А гарантией безопасности является вооружение всего общества, прохождение военной службы. Прямо сейчас. То есть любой человек в Украине, который не несет службу, должен быть, ну, естественно, мужчина, который в возрасте физически способен это делать, должен быть зарегистрирован, освидетельствован. Все вот эти липовые справки, там уже больше 300 тысяч купленных этих желтых билетов, выбрасываются. Происходит новое свидетельство. Если выясняется, что человек купил справку Липовую, сразу идет на фронт. Не в наказание, в назидание. Вот. А остальные начинают по выходным изучать дроны, тактическую медицину, боевые действия, распределяются по роду войск, и готовится вся страна воевать. Да, будущее. И это становится нормой. Как весь Израиль, как мы видели, готов встать в ружью. То есть маленький Израиль мобилизовал 300 тысяч за сколько там, за неделю, да? Израиль – страна, которая раз в, не знаю, в пять меньше Украины. То есть Украина должна такими темпами мобилизовать полторы миллиона за неделю. Ну и где они? То есть это способность мобилизировать, это швейцарская модель. И второе – это ВВП на уровне, на душу населения, превышающее польское. Превышающее российское в три раза. И создание… Но тогда Бальцаровича придется звать Польша. Тогда придется отказаться от трансгендерного равенства и звать Бальцаровича. Правильно. Да. Ну то есть вы не можете и трусы, и крестик. Вы должны выбрать. Либо крестик снимите, либо трусы наденьте. То есть вы не можете построить социалистический рай и войти в НАТО, потому что вам Путин не даст, и обеспечить страну. Поэтому единственный, совершенно очевидный, всем понятный способ обезопасить Украину – это вооружение населения, то есть израильская или швейцарская модель, ничего нового там нет. Вторая поправка нашей Конституции. То есть автомат у каждого военнослужащего дома. То есть он мобилизовывается там за часы. Это построение ВПК, свободная экономика, высокий валовый продукт, который позволит Украине создать мощнейшую армию в мире. И все. И не будет тогда никаких проблем, и при этом условии и Крым, и Донбасс, еще и Ростовская область захотят обратно. Если в Украине будет в три раза выше ВВП на душу населения, чем в... Ну тут надо выбирать, Сергей, все-таки надо быть честным. Либо ВВП, либо военная промышленность. Нет, нет, нет. Тут я с вами категорически не согласен. Категорически не согласен. Безусловно, ВВП это drain, то есть это утечка ресурсов в обществе. Безусловно. Но в современном мире мы вошли в ситуацию, когда война висит в воздухе, и ВВП это очень выгодный бизнес, там высокая прибыльность. В невоюющей стране, создающей высокотехнологическое оружие, это источник доходов общества. То есть Израиль продает свое оружие направо и налево, и Израиль, то что у нас по-английски превратил лимон в лиминад. То есть да, он делает свои меркава, да, он делает свои системы триумф, и он их продает. Он продает свой символет, он продает свои технологии. Но Израиль тяжело, он не хочет продавать так, чтобы попадало в руки врага, понимаете, это у него своя специфика. Украина может завелить мир, ну теоретически мы мечтаем, мир с современными технологиями, потому что есть же все. Есть сырьевая база, есть технологическая база, есть образовательная база, есть территории, есть, ну все есть. Ну то есть берите и делайте. Но чего не хватает, это людей, экспертиза, главное идеология. То есть живем на шару, дают на шару, цитируя того же сегодня, что у нас Арестович не сходит в сегодняшней программе, цитируя Арестовича, на шару не получится. Тем более, что Офис Президента рекомендовал больше не упоминать Арестовича, если вы знаете. Это новая идеологическая установка, я нарушил приказа Офис Президента. Но я не часть юрисдикции Украины, мне все равно, что ихний Офис Президента рассказывает. Вот, поэтому способы спасения есть, это не конец света, но для этого нужно просто вынять голову из того места, на котором люди обычно сидят, и сказать, что вы не можете построить трансжердерный рай и оборудованную страну в одном флаконе. Придется между чем-то и чем-то выбирать. Либо предаток Европы, сельскохозяйственный предаток Европы, либо мощнейшая экономическая страна в Европе. А как вам в Украине хотите, так и живите. Спасибо большое, Сергей. Нам надо заканчивать. Надеюсь, через неделю. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok